Здравствуйте! В эфире новый проект Первого Приднестровского телеканала в центре. Меня зовут Сергей Брага. У меня в гостях сегодня Алла Антоновна Мельничук, директор Терраспольского объединенного музея. Здравствуйте, Алла Антоновна! Добрый вечер, Сережа! А сегодня мы поговорим о дне памяти жертв политических репрессий, о трагическом дне, Алла Антоновна. Вообще, как такое могло произойти и вообще, как могло такое случиться? Это очень непростая проблема и ответ на нее непростой, и в полной мере он еще не найден. Но то, что сегодня представляется, это, во-первых, причина в том, что у власти была одна единственная партия, и все то, что она провозглашала, считалось само собой разумеющим, не было никакой оппозиции абсолютно. И лозунг Сталина, тезис Сталина о том, чем дальше мы идем по пути строительства социализма, тем острее классовая борьба, под него искусственно подтягивались люди, существовало даже понятие литераторы и оперативники. Литераторы писали сценарии, в которых сочинялись какие-то заговоры, какие-то конкурсионные организации, какие-то сценарии захвата власти, уничтожения людей. А потом из людей выбивались признательные показания. И тот же Андрей Иванович Вышинский, прокурор страны, говорил, признание царицы доказательств. То есть это целая схема, которая в итоге привела к тому, что по разным оценкам, по самым максимальным, свыше 30 миллионов человек погибло, а по самым минимальным, чуть меньше 20 миллионов людей погибло. Но дело не только в этих абсолютных цифрах. Дело в том, что огромное число людей оказалось в ситуации, когда они были объявлены виноватыми, не будучи виноватыми. У того же Сталина на столе лежал трактат Никола Макавелли «Государь». И Сталин очень часто действовал по схеме, чтобы тебя боялись не корай виноватых, корай невинных. И эта схема работала в очень страшной мире, в очень серьезной. Тем более, что вообще к середине 30-х годов уже, в общем, получалось, что политические соперники уже сошли с политической сцены, уже выселены из крупных городов, как бы враждебные элементы. Так существовало тогда такое определение, купцы, дворяне, представители, юристы и так далее. Те, кто был, скажем, в обойме в элите предыдущего образа жизни. И получилось, что когда вдруг пошла отмашка, что следующая волна борьбы с врагами социализма, то эти люди уже подтягивались под это настолько, что существовало даже понятие плана. Я вот приведу такой пример. У нас в гостях в Тирасполе в 68-м году был Кирилл Львович Тарасевич, сын Льва Александровича Тарасевича, известного бактериолога, основоположника прививочного дела в России. В Первую мировую войну он был главным санитарным инспектором всех санитарных поездов. Так вот, его сын на момент ареста, он работал в Большом театре артистом оркестра. К нему пришел порторг и очень просто и прямо сказал, мне дали план, вот у вас в коллективе три скрытых врага. Если я не найду трех врагов, я буду одним из этих трех. А у тебя мать княжна. Действительно, его отец был женат на княжне Анне Ферман Стейнбок. И, по крайней мере, надо сказать, что Кирилл Львович вспоминал потом, ну, скажем так, даже с некоторым оттенком уважения этого порторга, потому что он его предупредил, он решил какие-то домашние дела, он распорядился какими-то своими вариантами жизни семьи без него. Но вот, чтобы понять, какова была ситуация, и еще такой пример, практически, вот в начале перестройки прошла информация в «Комсомольской правде», это была одна из таких вот газет, которая не стеснялась писать о таких вещах, практически у каждого постового милиционера был бланк. И в этот бланк нужно было только писать фамилии, имущество и адрес, и некий вариант обвинения в адрес человека. А далее работала система. Чека ставили на конвейер, чеку не давали спать, чека заставляли подписывать, скажем, на себя что-то, оговаривать кого-то. То есть его ставили в физически невыносимые условия. Хотя достаточно все лукаво решалось, потому что до сих пор не нашли ни одного документально и письменно засвидетельственного указания о том, чтобы применялись меры физического воздействия. Тут, что называется, дело шло о том, в какой мере человек, которому это поручили, вот в какой мере он может проявить свои не самые лучшие качества. И такое бывало, и такие примеры я знаю, и много биографий людей, которые были в музее, и о них рассказывали. Здесь можно привести в качестве примера. Алла Антоновна, у нас действительно непраздный разговор. И эта проблема коснулась, наверное, если не каждого второго, каждого третьего, то буквально, наверное, каждого четвертого. У меня детод делался в Одессе годом в тюрьме. Какая работа сейчас проводится по установлению имен погибших, имен репрессированных и имен реабилитированных? Мы собираем экспонаты, собираем давно, с перестроечных времен. Потому что ситуация была такой. Во времена Хрущева было то, что называлось реабилитанс. Ну, скажем, по аналогии с ренессансом существовал такой расхожий термин. Потом, когда к власти пришел триумвират Косыгин, Брежнев и Подгорный, эта работа постепенно была свернута. То есть об этом просто как бы замалчивали в течение многих лет. И только с началом перестройки эта работа, где с конца 80-х, она пошла широко и стало доступно обратиться в архив и получить ответ. Мы собираем экспонаты и собирали экспонаты, особенно вот в конце 80-х годов очень много собирали экспонаты у людей, которые пострадали в 30-е годы, которые пострадали в годы войны. Вот я, например, собирала материалы человека, который имел неосторожность в 45-м году похвалить качество немецких радиоприемников. Ну вот за это пострадал и был в лагере, слава богу, выжил, и его материалы у нас в музее хранятся. Мы собираем просто по людям, ходим, собираем материалы. А те, кто был либо, скажем, осужден, а это очень небольшое число тех людей, которые были официально осуждены. В основном это были такие чрезвычайные органы, несудебные, например, тройки, особое совещание и так далее. Ну из 5485 расстрелянных в МССР, в молдавской автономии, но это не только наше левобережье, это еще и украинский район, то есть территория была большая. Вот только 400 с небольшим были осуждены в судебном порядке, а все остальные вот таким вот несудебным образом. Простите, это окончательная цифра 5485? Такие цифры выведены на основании данных, которые были изучены в начале 90-х годов, когда архивы открылись. И сегодня ситуация для нас, в частности, осложняется тем, что архивы, они в Кишиневе, они были вывезены в 1941-м, потом вернулись, естественно, в столицу Союзной Республики, там остаются до сих пор. И мы, как организация, вопросы в общем не можем задавать, потому что мы не очень получаем ответы на такие запросы, но на личные ответы людей, которые ищут, ответы получают. И таким образом, благодаря ассоциации жертв политических репрессий, у нас она есть в Террасполе, возглавляет Волосек Силдеванч, отец которого был артистом симфонического оркестра и был репрессирован, когда Силдеванчу вообще было год. И вот члены этой ассоциации обращаются, получают ответы, постепенно скопилась достаточно такая большая база данных, но только тех, кто обращается, скажем, из Террасполя. Почему? Потому что ни в одном другом городе Приднестровья нет такой ассоциации, нет ее республиканской. Она образовалась в Террасполе, может быть, еще и потому, что здесь была столица молдавской автономии, здесь были самые заметные люди. Здесь больше всего и активнее всего действовали вот эти самые внесудебные органы. И даже на территории нашего музея так получилось сегодня. Братская могила жертв политических репрессий, в которой до 800 погибших. В течение пяти лет археологи извлекали людей, таким образом перезахоранивали мы в конце, как они тогда говорили, сезона политической археологии. Грустная такая шутка по православному обряду. И сегодня там был проведен митинг, там стоит крест, установленный потомками с электроаппаратного. Кто-то из родных погиб, и это вот такое народное движение было. Там есть ограда, там все это достаточно, так сказать, обихожено. Но сегодня члены ассоциации обращаются с тем, чтобы там могила была облицована, чтобы там были фамилии погибших. Потому что понятно, что все фамилии нельзя будет установить стопроцентно. Почему? Потому что кто-то был, например, отправлен на поселение, там, скажем, в восточные районы страны. Там умер, там захоронен. Но каждый раз выступающие на митинге говорят, мы пришли сюда, к этим могилам, и надеемся, что там, к могилам наших близких, тоже кто-то придет. То есть такая дата, она нужна, потому что не только о победах и о достижениях надо говорить. В значительной мере человеческую совесть будет вот в такие трагические даты. Вы говорили о качестве немецких радиоприемников. В чем еще чаще всего обвиняли преднестровцев? Чаще всего обвиняли в том, что они румынские шпионы, в том, что они, скажем, болгарские националисты. Ну вот, очень такая известная история, когда несколько десятков жителей Паркан, болгар, этнических болгар, обвинили в том, что они готовили убийство Георгия Димитрова, например, лидера болгарской компартии. Ну где мы и где Димитров? Вот, кроме того, не надо забывать еще, почему здесь у нас так все это было массово. Здесь же была граница практически с 20-го года, с окончания Гражданской войны и по 40-й. Это была временная демаркационная линия, потому что Советский Союз на всех картах отмечал границу Советского Союза по Пруту, потому что считалось, что это несправедливо, так сказать, во время Гражданской войны аннексированная территория. Но фактически здесь была граница, и ситуации были очень непростые. Вот эти годы очень сложные, индустриализация, коллективизация, культурная революция, давайте вспомним голод 21-го, голод 33-го. И многие люди действительно, вот особенно сегодня пошла информация из западных газет тех лет, многие семьи действительно уходили за Днестр, особенно по льду, спасаясь, так скажем, от голода того же 33-го года. А в 37-м в Тирасполе, вот я недавно мне попалась, передал мне брат Александра Ефремовича Порознякова, сотрудник ГРУ он был, сотрудник агентства печать и новости, в Нью-Йорке работал, Тирасполчанин, он был подростком, когда все это проходило, он вспоминает, что в Тирасполе в 37-м году настолько увлеклись, так сказать, изъятием людей из их обычной жизни и предъявлением обвинениям, что некоторые школы оказались парализованы, некоторые учреждения оказались просто парализованы, и пришлось кое-кого, что называется, выпустить. То есть вот это наше приграничное состояние, оно усугубляло ситуацию многократно. По поводу выпустить, были ли какие-то чудесные случаи оправдания тех, кого обвинили в шпионаже, я не знаю, еще в любви к немецким приемникам? Это не сколько случаев, сколько была политика властей. Понимаете, нужно было при всем этом, чтобы у людей возникало ощущение, что у нас невиновных не карают. И поэтому время от времени кого-то демонстративно выпускали. И усиленно эти ситуации, что называется, пиарились, говоря современным языком, чтобы у людей возникало ощущение, что уж если человек туда попал, то точно за дело попал, понимаете? То есть это была такая целостная система, в которой как бы вроде концы с концами сходились, но только главное, человек в ней зачеркивался. Алла Анатольевна, аксиоматично говорить о том, что память действительно нужна, что мы должны отмечать день политических репрессий, а что, на ваш взгляд, надо сделать для того, чтобы это не повторилось? Мы знаем, что история циклична, что она повторяется, и чтобы это не повторилось, что должно произойти? Когда-то Тютчев сказал, что самое чаечное в человеке, это потребность связать прошлое и настоящее, да? Я тут с ним совершенно согласна. Но, по моему разумению, обязательно должна быть не только правящая партия, но и оппозиционная партия. То есть разный спектр возможного выражения мнения должно быть. Должны быть развитые институты гражданского общества, чтобы человек имел право на защиту, если вдруг он окажется в ситуации, в которой ему понадобится помощь, в ситуации, в которой, что называется, надуманное обвинение. Вот это обязательно нужно. И еще, по моему разумению, нужно просто помнить о том, что было, и не наступать на те же грабли. Спасибо большое, Алла Антоновна, за содержательную беседу. Я благодарна вам за возможность высказать вот такой непростой день. Гораздо проще говорить о победах и достижениях, сложнее о трудных моментах, но говорить надо. У нас в гостях была директор Терраспольского объединенного музея Алла Мельничук. Мы говорили о Дне памяти жертв и политических репрессий. Это был новый проект Первого Приднестровского телеканала в центре. Меня зовут Сергей Брага. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok